Ой, 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 испугалась. Хороший паук, ползающий паук. Остановился и поднимает лапки? Готовьтесь пережить атаку. Конечно, не смертельную. На выставке в ОГУ членистоногих убийц нет. Зато кусающихся хватает. Но не так страшен черт, как его молюют, рассказывает хозяин пауков Александр Филатов. Лучше бояться именно аллергической реакции, так как птицееды, вообще пауки, довольно-таки безопасны для человека, и яд у них действует иначе. Ни в коем случае нельзя перетягивать конечности, потому что ткани будут начнут разлагаться. В любом случае, ядовитых пауков и подержать-то не дадут. Они хорошо запечатаны в коробках. Прикоснуться можно только к безобидным. Например, к лошадиному пауку-птицееду. Несмотря на рекордный размер, с кулак и ночную охоту, для людей он не представляет никакой опасности. Их отличительная черта то, что они могут наплодить до полутора тысяч деток. Ну и в целом он достаточно приятный. Именно с него можно, в принципе, и начинать разводить пауков у себя дома, если, конечно, хотите. Александр свой путь в арахнологию, науку о пауках, с этого вида и начал. Говорит, они миролюбивы и неприхотливы, но за обитателями тропиков интересно наблюдать. Я случайно увидел в зоомагазине стоящего на витрине, купил, а потом решил, надо еще одного, надо еще, еще. И в итоге связал свою жизнь с пауками. То есть я буду заниматься дальше именно пауками-птицеедами по научной сфере. В свободное от написания статей время Александр вместе с другом будут организовывать выставки. Каждую последующую они постараются разнообразить новыми видами пауков. Это одно из способов показать, что наука не только сидеть, ну, биологи, по крайней мере, не только в лаборатории, а еще и коллекционирование животных. Вот это nice form. На этой выставке некоторые членистоногие приглянулись посетителям и обрели в итоге новый дом. Кстати, в таком гарантированно не будут водиться другие насекомые. Птицееды обожают поедать тараканов. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.